добрый добрый день дамы и господа здравствуйте дорогие друзья очередная прогулка на этот раз по эстонии на этот раз по маленькому скромному миленькому уютному городишки городочку который называется тойла и вообще городом то его назвать конечно сложно это больше поселок с миленькими частными низенькими домами но поселок крайне очаровательные уверен вам понравится осенние краски здесь в то или они какие-то просто особенные тут есть море тут есть пляж сейчас об этом поговорим тут есть порт тут есть прекрасный парк по которому мы с вами немножко погуляем сегодня и здесь жива память о великом поэте серебряного века о игре северяне и вот посмотрите одна из улиц этого поселочка называется улица пик ну то есть длинная и вот тут вроде бы простой обыкновенный домик смотрите аккуратненькие такие полтора этажа вот именно этот темно-красный дом с белыми ставнями и будет домом игоря северянина вот здесь сегодня очень здорово есть вот такой посмотрите из гранита мемориальный знак который гласит о том что он здесь 18 по 36 жил и работал за дочь до дочь хозяина этого дома ты лиса круто она станет супругой игоря васильевича отсюда он будет отправляться в свои европейские путешествия давать свои поэза концерты отсюда он будет ездить по прибалтике по европе по франции по германии отсюда он будет ездить в таллинн сюда будет возвращаться в эту свою любимую с той лу в которой мы с вами сегодня в которой вот так тихо как прозрачный воздух развиваются видите эстонские флаги и мы с вами отправимся сейчас гулять гулять по то или одно удовольствие полным-полно хороших пешеходных дорожек полным-полно тропинок венте степень прозрачности эстонских заборов позволяют заглянуть а что же у них там до за забором и рассматривать вот эти вот дачные участки но поскольку планов у нас с вами сегодня громадьё мы воспользуемся вот этим электрокаром сандер хаваю это санда друзья прошу любить и жаловать я сейчас залезу вот сюда и соответственно мы поедем мы поедем по тойла мы поедем путешествовать по этому городу поселочку такого курортного типа а вы все будете видеть мы поедем, пожалуйста, спасибо большое друзья вот такой электрокар можно взять в отеле который называется тойла спа на нем тут видите раз два три четыре пять пять сидячих мест ну и соответственно уговорить сотрудника отеля вас прокатить стоит это совсем недорого и летом вообще если мало ли так далеко идти до пляжа или приехали вы с пожилыми допустим родителями им нужно чуть более такой чуть более комфортное обслуживание да то вот это всегда можно сделать дорожки здесь идеальные ровненькие видите где-то гравий где-то такой нас провожает там красавец где-то гравий где-то асфальт поэтому ездить очень удобно что мы с вами сейчас и будем делать поездим мы немножко по самому берегу финского залива как раз на берегу и стоит наш отель тойла спа оставляем позади домик игоря северянина с игорем васильевичем вообще связано конечно в эстонии немало знаете что именно он увлекшись как раз эстонским языком его блестяще выучит благодаря фелисе крут именно он будет переводить и издавать эстонских поэтов о которых начинают узнавать тогда в начале двадцатого века в европе то есть если хотите это некое связующее звено та цепочка которая связывает две страны россию и эстонию и похоронен сегодня игорь васильевич именно на эстонской земле в таллине на александрском кладбище наш отель тойла спа вот он здесь красавец немножко против солнца но тем не менее так чуть-чуть поговорим о том как он устроен чуть позже если получится то сегодня даже вам покажу как выглядит так называемый вип спа комплекс называется он орхидея ну а здесь небольшая пауза с вашего позволения и мы с вами сходим посмотреть как выглядит отсюда море поскольку находится и отель и поселок прямо на берегу финского залива то полным-полно здесь в тойла хороших смотровых площадок и представляете вы гуляете гуляете ну или едете на электрокаре потом видите вот такой совершенно роскошный зеленый газон ну и думаете а почему бы и не выйти посидеть на скамеечке не полюбоваться морем мне кажется это очень так правильно и здорово что смотровых площадок хватает можно наверное чуть-чуть еще подстричь ветки этих деревьев правильно чтобы вот как-то лучше было видно голубую полоску но видите какой высокий берег это вот тот самый глинтовый уступ о которой мы с вами так часто говорим тот самый благодаря которому например работают фонтаны петергофа на это все тот самый древний берег древнебалтийского моря здесь здорово друзья просто посидеть песни попеть а может быть даже и стихи почитать да вот я самые северянинские чтения они иногда в той вы случаются и сегодня и посмотрите память о нашем великом поэте здесь живет вот тут небольшая ну вот такая вот табличка со стихотворениями смотрите давно я местность эту знаю ее вижу часто в снах о сердце к солнцу к морю к маю к с той ли в еловых лесах те самые еловые леса мы с вами еще посмотрим воздух здесь напоен вот этими фитонцидами вот этими лесными ароматами а когда нет ветра пару дней назад был сильный ветер прям вот помощи ураган вообще вот так вот туда-сюда ходили деревья а когда ветра нету гулять здесь наслаждение есть и проторенные дорожки по которым можно там и на велике покататься или на электрокаре проехать а можно и просто гулять что называется по лесу да вот как это сейчас сделали мы и сейчас друзья поедем дальше а интересное что вот этот отель тот самый toyla spa он изначально он изначально строился в советские годы в эстонии как профилакторий поэтому не так то просто было простым смертным здесь оказаться внутри профилакторий хороший со всеми лечебными процедурами физиотерапии прочим и прочим и прочим но уже дав новейшие новейшую историю он войдет как toyla spa на слово санаториум все-таки при всем уважении как-то не очень работает на рекламу и продавались конечно сюда лечебные туры не очень но когда это был профилакторий уже вот здесь для всех остальных простых смертных был разбит вот такой кемпинг вы увидите и сейчас друзья да не хотите жить санатории профилактории пожалуйста приезжайте сюда жить вот таких вот одноэтажных домиках есть и коттеджики очень даже приятные приличные вы сейчас отлично видите ну просто же красота правильно тем более что по расстоянию все это от российской границы друзья 50 километров но вот так то не успеете устать за рулем границу прошли и через час вы здесь даже раньше единственное что до границу пройти сейчас не очень просто поэтому нам понадобится тот самый лечебный пакет да и санаторий toyla который сейчас остается у нас здесь на экране он дает возможность приехать с лечением всех законных основаниях то есть вы не нарушая закон соблюдая законодательство российской федерации эстонской республики оформляете лечебный пакет минимум это три ночи вам прописывает доктор процедуры мне вот сегодня делали свинг не подумайте ничего плохого это такая интересная штука когда так вот туда-сюда у вас качаются ноги лежишь такой кушетки они вот так вот так вот ходят потом массаж конечно потом массажное кресло сегодня было в ванны там и прочее прочее плюс сауна бассейн с утра да и прогулки везде вот здесь можно сказать что уже потихонечку начинается тот самый орусский парк пока вы видите небольшой мемориал а вот там центре экрана сейчас будут светлые кресты это память о событиях прошлой войны это немецкое кладбище кладбище немецких солдат и вот такой небольшой мемориал здесь а вот тут нас сами сейчас будет ожидать что-то вроде серпантина посмотрите крайне вообще любопытный спускаться он будет к морю и вы что называется прямом эфире друзья будете видеть всю эту красоту прямо сквозь наше лобовое стекло а вон тут можете посмотреть как мы это все снимаем вот большой привет ну и вот так вот выглядит наш электрокар прекрасно помню что последний раз европе на подобных машинках ездил в волевиконте может кто помнит резиденция николя пуке это под парижем но вот и до эстонии добираются подобные технологии классная машинка зарядки хватает на пару часов так вот взяли ее в аренду или покататься медь с водителем и поехали по вот таким идеальным дорожкам а не нравится электрокар пожалуйста можно кататься на велосипеде здесь это все тоже доступно устали пожалуйста посидели на вот такой скамеечке милый все заасфальтировано все чудно хорошо здорово и собственно говоря потихонечку спускаться мы будем с вами к пляжу что касается эстонских пляжей туда понятно что там по температуре воды это далеко не ница тут все ясно море балтийская финский залив как вы прекрасно понимаете друзья но большой плюс эстонских пляжей в том что тут особо никого нет население страны это один миллион триста человек плюс ну да особенно последнее время не так много туристов поэтому пляжи эти хороши тем что они пустынные они большие длинные песчаные то есть семьей приехать сюда на целый день когда хорошая погода это одно удовольствие друзья вы сейчас будете видеть насколько они хороши эти пляжи здесь вот ойли в нарвейсы у например да и вообще по большому счету не только в и до виру вот на северо-востоке стороны да и вообще по всей северной эстонии как хорош пляж в таллине например вот на вчера по таллину гуляли и вообще получили большую удовольствие даже от пляжа в октябре этот пляж хорош тем что он еще и оборудован всеми необходимыми такими инфраструктурными что называется вещами вот тут прямо в лесу станет бесплатный и работающий туалет вот это большое дело друзья вообще довольно важно согласитесь для любого отдыха дальше на пляже повторюсь совершенно бесплатно для всех есть кабинки для переодевания урны качели душики конечно где можно омыться водички морской но все-таки на морской ну и понятно сам песочек где можно здорово позагорать здесь пляж заканчивается небольшим портом и мы даже сейчас туда проедем посмотрим как там все выглядит сейчас всерьез обсуждается проекта о строительстве марины здесь в тойла чтобы это был большой порт для яхт чтобы мы могли сюда прийти под парусом пришвартовать свою яхту и пойти гулять или отдыхать в тойла спа ну пока это лишь проект друзья пока это просто небольшой пирс где так вот швартуются частные рыбацкие лодочки факт который меня очень потряс вообще мне кажется интересная история сандр об этом рассказал это вот эта булочка друзья не что иное как волонтерская спасательная станция где волонтеры решили чтобы здесь все было хорошо тихо и спокойно на берегу вот так вот собраться и обзавестись такой вот спасательной станции на территории порта я чуть-чуть выйду вот туда к берегу чтобы вам показать как выглядит там уже береговая полоса вот это небольшой ресторанчик он работает к сожалению только летом вот тут мы видим с вами тойла садам да ну садам это не хусейн это порт по-эстонски соответственно а вот это такие вот тут гаражики для яхты и корабликов вот здесь очень здорово посмотрите какое вообще счастье какое море какой простор когда не дребезжит электрокарту понимаешь вообще какая тишина в эстонии сейчас в октябре 2021 года ох друзья доложу я вам красота это несусветная как же я люблю северные моря вот не знаю ничего не могу с собой поделать вот при всей любви к средиземноморью адриантики я люблю северные моря я люблю балтику она не простая это самая балтика и моряки говорят что и волна здесь плохая ветра опасный штормит частенько но я ее люблю как-то вот может быть не знаю ну не объясните мне это ладно неважно знаете камушки какие классные галечка обтесанная морем и какой прибой но я должен вам дать послушать волну правильно ой ай 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 а я а ведь это возможно друзья сюда приехать прямо сейчас можно все это услышать всем этим подышать теми волнам и насладиться этот прибой послушать камушки в воду покидать. Давайте желание загадаем, вот если я этим камнем попаду в море, то желание сбудется. Попал, сбудется. И все пренепременно сбудется. Вроде бы так все просто, да? Так все просто и как-то понятно, но так здорово. Вы сейчас видите счастливого человека, который приехал в Эстонию впервые за два года, впервые после пандемии. Я очень надеюсь, что передается это на камеру. Влюбляетесь и вы в эти места. Не беда, что Эстония рядом. Вот частенько именно это мешает нам ее полюбить. Да, она близко от Петербурга, никуда далеко не нужно лететь или ехать. И она прекрасна. И вот эта полоска моря, песка, камней. Она хороша. Она хороша, черт возьми. Но это еще не все. Итак, домик Игоря Северянина — это раз. Отель, тойла, спа — это два. Пляж, порт и берег — ну, можно сказать так, три в одном — это три. Все — это тойла, да? Та самая деревушка, по которой мы с вами сегодня путешествуем. Но, пожалуй, главная рукотворная достопримечательность тойлы — это, конечно, парк Ору, куда мы и отправимся прямо сейчас. И я, с вашего позволения, сяду на первый ряд. Can I sit here? Thank you. Сандер, we can go. Наш чудесный Сандер мало того, что рассказал мне вообще такую обзорную экскурсию по тойла, чтобы я мог что-то рассказать вам, но и вот любезно согласился покатать нас как раз вот на такой вот Мазератти по нашему поселочку, где мы отдыхаем с группой. Итак, оставляем мы с вами пляж, друзья. Повторюсь, место идеальное для того, чтобы здорово провести время в хорошую погоду. Кстати, Балтика мне очень нравится и зимой, я вам хочу сказать. Тут уж действительно так ощущаешь себя на краю света. А сейчас мы с вами будем забираться чуть наверх и полюбуемся, конечно, парком Ору. С этим парком история связана вот какая, ну, можно сказать, двойная, знаете ли. Он будет разбит еще в конце века 19-го. Григорий Елисеев, думаю, что вам хорошо известный персонаж, представитель того самого дворянского, купеческого, известного богатого рода. Он заказывает барановскому строительству здесь себе летней резиденции для того, чтобы можно было приезжать, отдыхать после тех дел, которые были у него в Петербурге. А дворец будет построен, дворец будет выстроен в таком очень интересном стиле. Я вам сегодня покажу его на фотографии, вы сами определите, что это за архитектурный стиль такой. И дворец после революции всех событий 17-го, 20-го года, он будет выкуплен эстонскими промышленниками и будет подарен как летняя парадная резиденция президенту Эстонии Константину Пятцу. Более того, Пятцу успел даже принять здесь первый официальный визит. Президент Финляндии был к нему с визитом. Приезжал именно сюда, в этот дворец, в Ору. А потом второй мировой войной дворец был разрушен. То есть какие-то разговоры о том, что его неплохо бы восстановить, конечно, были, но в целом сегодня мы будем смотреть с вами только парк и увидим только то место, где дворец был когда. Но место действительно живописное. Окружает дворец вот такой роскошный, даже не то чтобы парк, это больше лес, который вы сейчас сможете посмотреть. И вот посмотрите, друзья, какая аллея чудесная, как раз ведет по лесу. Это вот такие вот вековые сосны и липы. Хвои тут вообще хватает, вы видите. Очень здорово и причудливо играет солнце в кронах этих деревьев. Ну и как раз мы с вами сейчас должны это послушать, должны это увидеть. Поэтому Сандеру спасибо большое, что остановил наш кар, чтобы вы могли насладиться вот этим лесом. Но лес лесом, а тут есть еще и смотровая площадка, небольшая ротонда, откуда будет неплохо виден сам парк, в который мы с вами сейчас пойдем. Поэтому давайте попробуем немножечко просто по лесу погулять. Ведь осенью это большое удовольствие, правда? Немножко пошуршать листвой, вот так вот подышать вот этими листьями, тут пару раз я уже поймал себя на мысли, что чувствовал запах жженой листвы. Это ж вообще красота. Вот напишите в комментариях вообще, кто любит, когда листья жгут. Вот так вот этим вдохнуть аж до какого-то пощипывания, что ли, носу. И вот смотрите, смотровая площадочка здесь очень интересно устроена, вот такая ротонда, в которую можно зайти, ну и, соответственно, окинуть взором долину реки и саму усадьбу. Речка очень живописная. Называется она Пюхиуа-Иге, то есть святая река. Вот так вот ее можно перевести. Вот здесь вот чуть-чуть постою, посмотрите, как классно. Гора, на которую я забрался, называется Флаговая или Липумяги. Ну, вообще, как говорят, что связана она с битвой, произошедшей во время еще Северной войны между шведскими и русскими войсками. И что вот на этом выступе развивался флаг победителей, ну, то есть шведов. А под флаговой горой на берегу реки в то время находилась водяная мельница. Место совершенно идеальное для того, чтобы просто, знаете, медитировать и смотреть на окрестности. Вот этот парк в таком пейзажном стиле планировал Георг Куфольд. Может быть, не самое известное имя в садово-парковом искусстве. Ну, человек очень талантливый, немец вот таким со своим видением парка романтичного, парка вот с этим живописным изгибом как раз реки. И даже не столько парка, сколько, повторюсь, леса. Посмотрите, да, круг нас окружают как раз абсолютно лесные деревья. И тишина. И вот та нега, то спокойствие, та гармония, которая вас посещает как раз только в Эстонии. В стране, где никто никуда не торопится. И вы знаете, наш такой издерганный мир, он тоже как будто бы ставит сам себя на паузу. В Эстонии сам начинаешь идти чуть медленнее, разговаривать чуть тише. Это вообще большое, большое дело. Спасибо, Сандро. Очень хороший видоспорт. Очень хорошо. Друзья, теперь мы с вами отправляемся смотреть уже сам парк. Небольшая такая прелюдия, да, перед тем, как мы познакомимся с самим садово-парковым шедевром. Конечно, выглядит он, может быть, и не так здорово, как в времена Елисеевых или Пятца. Да, но то, что современная Эстония сделала много для того, чтобы парк Ору был настоящей жемчужиной, достопримечательностью как раз этих мест, это точно. Во, вот так вот. Вы меня даже можете видеть. А-а-а, большой привет. Да, одевайте потеплее, видите, я тут шапочки и шарфики, потому что вообще прохладно в октябре месяце в Эстонии. Ни разу, знаете ли, не южная страна. Небольшая кафешка есть вот здесь, и летом она работает. Можно по парку заказать вот такое вот передвижение на электрокарах и взять с собой небольшие такие корзиночки для пикника. И вот начинается как раз одна из аллей, которая ведет прямо в парк. Подобные прогулки, прогулки на свежем воздухе, их тоже совершенно точно можно прописывать просто в санатории вместе со всеми обертываниями, массажами или там какими-то грязевыми ваннами. Не столько, может быть, лечишь тело, сколько душу, гуляя вот среди таких лип. Посмотрите, какая чудесная аллея. Из интересных построек хочу обратить ваше внимание вот на этот концертный зал. Если знаете, друзья, традиция песенных праздников и вообще пения, капелла в Эстонии очень сильна. В Эстонии очень красивый язык. Эстонский это язык с обилием гласных. Поэтому это эстонцы, но практически все отлично поют. И большущее певческое поле вы наверняка знаете в Таллине. А вот тут, посмотрите, вот так стоит современная, буквально 5-6 лет назад построенная сцена. Это крытый, крытая сцена, крытый такой концерт-холл. Для того, чтобы можно было собраться, что-нибудь попеть, ну или послушать. Вот тут роскошный мостик, сейчас вы его будете видеть. Ну посмотрите, красота какая. Маленький. Крохотный. А под ним та самая речка. Мы сейчас постоим с вами прямо на мосту, пока мы никому не мешаем, пока здесь нет проезда. Так, чтобы вы могли рассмотреть речку со всех сторон. Вот, посмотрите, друзья. Вы же слышите, как она журчит, правда? Смотрите, какие краски. Какой клён там стоит. Ай-яй-яй. А с другой стороны, вот та самая долина, которой мы любовались со смотровой площадки. Суперски, суперски. Суперски. Very nice. Thanks a lot. Ну и теперь, прямо и верно, до знаменитого закладного камня. Когда усадьбы только-только начинали строить, здесь Елисеевы как раз решили вот на этом гранитном валуне, посмотрите, увековечить своё имя. Вот тут точно нужно остановиться, чтобы вы это рассмотрели, друзья. Смотрите. Ай-яй-яй, как классно. Прямо на валуне, видите? Гри-г Елисеевы, да? Летом, ещё с Яти, 1901 года. Говорят, что ровно вот на этом самом камне и ровно вот на этом самом месте, где стою сейчас я, они кадриль танцевали, представляете? Вот это уже как раз въезд во саму усадьбу. Так, едем и мы. А ещё вот молодцы, какие эстонцы, смотрите, везде ставят вот такие информационные плакаты, да, чтобы можно было по-английски, эстонски и по-русски прочитать, что это вообще такое. То есть вы не просто гуляете, но и вот так посвящаетесь. Это же вообще классно. Ай, какая листва. Даже не знаю, как это всё правильно снимать. Эх, как мне не хватает Юры, вы бы знали, друзья. Вы часто пишите в комментариях вообще, как так, где Юра? Юра в Нью-Йорке. Ну, скоро должен прилететь, и вот тогда-то мы, конечно, эх, эх, зажжём вообще. А пока Юра в Нью-Йорке, и пока вы смотрите канал Дениса Зоткина, то вы не забудьте подписаться, друзья, прошу вас. Тут вдруг выяснилось, что многие смотрят регулярно, и комментарии пишут, и нравишки ставят. Они подписаны, представляете? Ну, как же так? Срочно нажмите и на колокольчик, и на подписку. Только тогда вы ничего не пропустите. Только тогда вы будете путешествовать с нами как раз по всем городам и весям. Понятно, что непрофессионально я всё снимаю, друзья, вы меня заранее прощаете, конечно. И, может быть, профессиональный оператор сделал бы настоящую конфетку вот из такого парка. Но я, знаете, я с душой. Я вот как это вот вижу, вот так вот это вам и пою. А вижу я вот что. Центральную аллею, подъездную аллею из чудесных лип, которые, вы видите, здесь ведут вас прямо к входу в усадьбу. Вот, собственно говоря, эта аллея, вот эти чудные липы. А вот сейчас будут как раз главные ворота, посмотрите. Я думаю, что вы можете идти, я могу сделать это самостоятельно. Спасибо большое, Сандер. Спасибо, мой друг, спасибо большое. Вот, я думаю, что дальше мы справимся с вами пешком, но Сандер большой молодец, как раз нас везде покатал. Смотрите, 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 друзья, вот она. Это уже центральные ворота, это уже въезд или вход, как хотите. И вот эти липы садовник в свое время очень интересно формировал. Вот знаете, как получаются подобные липы и подобные наросты на деревьях. Делаются надрезы, потом складываются небольшие камушки, а потом сама липа заживает, заживляет свои раны. И появляются вот такие вот, видите, ну как наросты, да, тут по-другому не скажешь. Классно. Ай, листья какие, боже мой. Что такое осень это? Листья. Очень классно. Из того, что здесь обязательно нужно увидеть, друзья, это, ну конечно, сама точка, само место, где стояла резиденция. Повторю, к сожалению, дворец не дошел до наших дней, поэтому сегодня мы с вами его увидеть можем только на фотографии. И слава богу, есть здесь еще черно-белая довоенная фотография резиденции Пятца. Вы сейчас ее будете видеть. Вот, посмотрите. Фух. Вот какой это архитектурный стиль, расскажите. Вот не могу здесь сам я понять, потому что изначально постройка конца 19 века, и Барановский вообще-то строил дачи в стиле такого северного петербургского модерна. Модерновые черты здесь есть, но с другой стороны что-то плодианское, конечно. И, повторюсь, в 1935 году замок, который стоял вот тут, на этом месте, будет принадлежать тому самому Константину Пятцу. От нем война не оставила ничего, кроме вот этой роскошной аллеи, которую мы с вами только что прошли. Ну и, конечно же, небольшого сада, который здесь был разбит как раз в двух шагах от резиденции. Тут много интересных роз. Здесь, понятно, что октябрь, наверное, не время, чтобы ими любоваться. Здесь небольшой фонтан. Ну, место очень такое, знаете, просто приятное для того, чтобы провести время. А вот там вот чуть в глубине, за вот теми кипарисами, находится очень интересный домик. Домик такой дополненной реальности. То есть, с прошлого года в парке Ору в Тойло есть возможность взять в аренду такие очки и погулять по 3D-модели парка Ору, посмотреть, каким этот парк был при Пятце. И в том числе увидеть построенную вот эту резиденцию, зайти внутрь. Ну, очень интересно. То есть, видите, чудесная природа и современные технологии. Вот это то, чем может вообще прославиться Эстония. То, чем она может похвастаться. Эстонцы забрели скайп, может быть, вы знаете. Да и вообще на территории страны уже давным-давно везде Wi-Fi. И вовлеченность населения в интернет в Эстонии, ну, просто максимально. Поэтому вот эти очки и вот эту дополненную реальность парка Ору можно себе позволить быть летом, если сюда как-нибудь приедете. Ну, а вот это чудесная смотровая площадка, откуда видна терраса. Добрый день. Как вам отдыхается? И как раз фонтан включил. А что, не работал? А, и вот опять не работал. Понял, ладно, сейчас посмотрим. Ну, пойдемте поздороваемся с, собственно говоря, президентом. Как вы понимаете, памятник здесь не Уинсону Черчиллю и не Чарли Чаплину, а самому, что есть, Константину Пятцу. Вот именно его резиденция стояла здесь в двух шагах. Повторюсь, президентский свой статус резиденция подтвердила лишь единожды, когда сюда приезжал президент Финляндии, по как раз приглашению президента Эстонии. А вот тут так ступенчато спускается терраса. Да, как-то, к сожалению, фонтан-то выключили. Включили, потом выключили. Ну, ладно. Сейчас вот если мы с вами все прям как-то загадаем, чтобы он заработал, то он будет работать еще раз. А нет, так и бог с ним. А ступенчатая терраса такая спускается к долине той самой реки Пихваиги. И вот там в центре экрана вы видите ротонду, в которой я только что был. Да, и мы с вами оттуда любовались террасы, а вот теперь все наоборот. Здесь стоят солнечные часы. Хочу вам их тоже показать. Эстония не самая солнечная страна, но вот, тем не менее, вот такие часы и вид на море. Вот такая история, друзья. Вот такой он Орусский парк. Да, конечно, не шедевр какой-то, знаете, мировой архитектуры и садово-паркового искусства. Но, с другой стороны, многие, приезжая с года в год в Тойло-спа, так сюда ни разу и не дошли. И про Орусский парк там, ну, может быть, только слышали. Бывает так, что вы просто на машине едете в Таллинн и хотите где-то остановиться погулять. Почему бы не в Тойло? Почему бы не здесь не подышать этим свежим воздухом? Здесь никогда не бывает много народу, даже летом. И, может быть, в сложившейся ситуации, вот с этими всеми медицинскими пакетами Тойло, это вообще отличный вариант, чтобы приехать сюда на неделю и другую. И уже отсюда, да, вот так наездами смотреть Эстонию и смотреть регион Ида-Виру, где мы сейчас. Спасибо, друзья, за внимание. На этом все. С вас подписка и нравишка. До новых встреч. Любите ли вы Эстонию так, как люблю ее я?